Всем привет, ребят! С вами снова Демси, и сегодня мы продолжим проходить Need for Speed Most Fonted PPG 2.0. Это уже серия состязаний, так как сюжет мы прошли в прошлой серии, и я думаю, что поставили на нем жирную точку. Сегодня будет начало прохождения той самой серии состязаний, о которой я говорил еще в самом начале, то есть она была без перевода, я даже не знаю, какие здесь задания, хотя, конечно, когда переводил, то видел всякое страшное. Давайте начнем, я думаю, что никто не против, если мы пройдем всю серию состязаний, но есть одно но. Во-первых, здесь переведено далеко еще не все пока что, я думаю, что ближе к концу прохождения я все это сделаю. И русификатор, возможно, не у всех поставится, потому что мне писали, что он тупо не ставится никак, но я думаю, что вы можете попробовать. Я скину ссылочку на сам русификатор в описании, но, опять же, он пока не закончен. Там где-то, мне кажется, 80 испытаний, если не меньше, я перевел. Вместе с Морелло, конечно же, если бы не он, то этого русификатора бы не было. В общем, надеюсь, вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий, ну и также, по традиции, оставить тайм-кодики в конце серии. А мы начинаем. Введение. Добро пожаловать в серию испытаний ППГ. Тебя ждет более 100 соревнований по чистому раку с участием представителей сообщества. Что может быть лучше для начала, чем гонка на единственном автомобиле, который тебе когда-либо понадобится? И что же это будет за автомобиль? Трансмиссия нуб? Да, я не буду брать трансмиссию профессионал, потому что там неудобно будет переключаться. Добро пожаловать в серию рака. 125 кастомных соревнований. А, еще и со знакомыми личностями. О, так тут вообще жесть. Играй, как гонщик из черного списка. Сможешь ли ты завершить их все? О, боже, что это такое за би-муви? Да, я эту заставку не видел, кстати. Кто я? Фил? А, это серьезно? Это будет опять-таки гольф? Какой-то странный гольф, если честно. Я уже так отвык от Most Wanted-а. Я три недели его не записывал. Господи, это вообще не сравнится с GTA-шкой. Ну, в плане резкости, в плане FPS-а, да и вообще в целом там не гоночки. А, тут даже ник переведен. Карл, ну он Кэрол как бы. Кэрол Монро. Может быть мы еще это исправим, я просто не видел. Некоторые имена даже, ну или ники, переведены. Я даже не знаю, хорошо это или плохо, если честно. Но, наверное, стоит перевести. Опять-таки не всех, потому что у некоторых там набор букв, скажем так, это нереально перевести. И да, я поставил русских копов, раз уж мы с русификатором играем. Копы там особо не отличаются, так что почему нет. Тем более, возможно, будет фраза про автомат. Как неудобно. Нарушитель на гольфе. Почему не успел-то? Такую машину сложно не заметить и сложно забыть. Как непривычно с русскими копами. Я всю серию, точнее не серию, состязаний, да. Я всю сюжетку проходил. По-моему, чел, ты перестарался. Вот что значит читы. 1, 2, 8. Нормально. Так вот, я весь сюжет проходил на английском, по факту. Кроме концовки там. И странного перевода. Тут это довольно необычно. Да ты издеваешься, что ли? Ты же только что перевернулся. А там еще и копы, кстати. Лэк Соло. Одна нога, одноногие, что ли? Эм. Почему коп остановился? Кстати, вы заметили, да, у нее звук BMW? Ну, у него, вернее, у гольфа. Только сейчас на это обратил внимание. Но это звук той самой М3 Бэхи. Ну, почему здесь гольф? Хотя тут, я знаю, будет задание, связанное с джава автомобилем. То есть BMW из джава-версии. Да и не только это. Там много чего интересного. Диспитчер, это Чарли-3. Приближайся, я уже давно уехал. У тебя нормальный баллон такой, за киси азота. Хороший финиш. 2.30. Первое задание в серии состязаний выполнено. Дальше. Введение. Поздравляем тебя с победой в кольцовой гонке. Теперь возьми свой гольф, чтобы устроить хаос и нанеси 50 тысяч ущерба государству при уровне погони 1. 50 тысяч. Я нажал не, серьезно, я сразу не обратил внимания. Я не согласился на челлендж. 50 тысяч. Можно было сразу вот это только что выполнить, но уже поздно. Это же вообще ни о чем. 50 тысяч. Это первое задание, мы довольно быстро будем их проходить. Я думаю, что если и буду фейлить, то это будет по моей вине. А не потому что там скрипты лютые будут. Или честность с шипами. Хотя шипы тут по факту не работают. Ой. Что он делает? Ты в курсе, что нельзя поехать как бы? В смысле... Куда нельзя ехать? Ты куда поехал? Ран сорван и сохранен. Да, вот это мы исправили. Монкос. А вот Монкос я бы заменил на охладжение. Но тогда было бы... Тогда было бы непонятно, что такое охладжение. Монкос это как раз мем из твича, по факту. Блин, серьезно, я это завалю. Не, не надо. Продолжай погоню. Только давай в другую сторону поедем. Призон киллер! Боже, почему я только сейчас это увидел. Кстати, там заграждение появилось. Убийца тюрьм. Тюремный убийца. Неплохо. Почти выполнен. Это будет довольно быстро. Только как последнего. Его очень сложно устранить. Коп, не старайся. Пожалуйста. Окружаем его, говорит. Блин, на английском я бы этого, наверное, не расслышал. Он оказывается... Тот еще окружитель. Окружатель. Испытание выполнено. Пора уматывать. Да. Что ты делаешь? Ты дурачок? Все, сваливаем. Я постарался переводить максимально, как это было в официальном переводе. То есть, пари, ущерб государству и репутация вместо премии. Хотя, наверное, многим это не зайдет. Все перевыкли к тому, что я там рофлю над премией. Но нет. Это не тот случай. Хорошо. Как тебе такое? Премии здесь не будет. К сожалению. Да кто еще меня заметил? Откуда ты взялся? А, он умер. Ну и правильно. Обожаю этот звук движка. Оггерс, гг, твое время 2.31.25. Так, что там по пари? Подписота. Выводено, да, 50 тысяч. Выведено из строя копов. Эх. Легко. Пока что легко. Два колеса это все, что тебе нужно. После того, как тебя забанил любимый стример, ты решил завоевать уважение на улицах. Запрыгивай на свой скутер и победи в спринтерской гонке. Вот это уже интересно, я считаю. На скутер. По-моему, потом еще на скутере нужно будет от копов валить. Боже, какой он милаха. Почему я такой один? Я хотел еще с кем-то. Боже, как же он доволен процессом. А что по звуку? Его нет? Я не слышу вообще звук. Ну, наверное, у скутера его, в принципе, и нет. Ну, логично, да? Движка же нет. Не, есть какой-то? Есть. Просто еле-еле слышно. Все-таки это не машина. А нормально он едет? 300 с чем-то километров в час. И никто не может меня догнать. Я считаю, это слишком дисбалансный скутер какой-то. А тут что, еще и 7 передач или просто... Не, 6, 6. Какая максималка у него? Боже, я вот с таким лицом буду ехать. Какой объект? Объект на скутере, можно сказать, пожалуйста. А на чем я? О, вот этот дрифт пошел. Блин! Я уже половину гонки так-то закончил. Плохо заносит. Мустанг. Немедленно вызывайте подкрепление. У нас здесь скутер. Прикиньте, как... Как он держится? Я понимаю, что хитбокс машины по факту. Но все равно, как же это тупо выглядит. Это такой рофл. Ой. Блин, как первого догнать? Я что эту гонку провалю. Я, конечно, сам виноват. Интересно, какой хитбокс? Потому что я пока еще ничего боком не задел. Только если прямо наезжаю. Блин, 400 метров. Приближаюсь к объекту с северо-запада. Подтвердите запрос. А как его догнать? Он вообще бешеный какой-то. Меня еще этот догоняет. Ты что, урод, делаешь? Ну все, я это слил. Это сложно. Это сложно. Потому что я один раз зафейлил, и все, меня тупо наказали. Без шансов. Блин, ну слить на скутере. Третью гонку слить? Да. Ну, тут я уже не смогу победить. Начать заново придется. К сожалению. Но я попробую от них оторваться сразу по максимуму. Сатисфакшн. Как раз под такую песенку тащить. Все, поехали. А где гачи-тема? Я жду ее. Блин, да что ж так заносит? Тяжело, конечно, когда у тебя два колеса. Но каким-то образом я не падаю. Ты что? Это... Серьезно? Это Райан Купер, что ли, там едет? Да! Боже, что с управлением у этого скутера? Спасибо, что остановился. Спасибо. Даже диспетчер не знает, что сказать по поводу моего транспортного средства. Ну, опять. А, Мэкс Эйч Бой. Это ж, по-моему, как раз один из создателей. Он жесткий. Но он снова вырвался. Вперед. Хотя это, возможно, другой уже чел. В прошлый раз там никнейм, мне кажется, был. Тот, который меняется постоянно. Опять копы, да? Не, пропали. Я хочу без заносов, пожалуйста. Без заносов. Пока держусь. Ну, хитбоксы, конечно, да. Попробую еще впишись с такими хитбоксами. Эйвон. Нет. Это кто-то другой. Это не Райан Купер, ладно. Но, кстати, он здесь тоже будет в серии состязаний. Тут очень много интересных ситуаций. То есть, это не банальные какие-то там задания, приедь к финишу. Тут всегда будут давать новую машину, вставить все новые условия. Ну, да, ну, конечно, он именно в моей стороне будет. Купов ничего не удивляет. Это нормально, каждый день такое происходит. Туннел Роу. Я эту фразу никогда не слышал. Почему я ее никогда не слышал? Так, вы не смейте меня догонять, пожалуйста, не надо. С таким довольным лицом выиграл гонку. А теперь копы. Два колеса – это все, что тебе нужно. Даже после победы в гонке другие ППГ все еще не впечатлены. Пора переубедить их, увеличив свой рейтинг на 4 тысячи. На 4... А почему нет-то? У меня что, мышка тут? Нет. Почему на 4 тысячи? Ну, типа, это мало? Или это пока разогревчик такой? Давайте я сразу развернусь и поехали. Как вообще можно копов в таком положении выносить, я не знаю. А, они даже так не отлетают. Да, давайте просто вытолкните меня отсюда, я упаду сам. Вы где там? О, минус один? Нет, он выжил. Как он выжил? Да давай, умирай. 250. О, еще один кандидат. Я его не устранил, конечно. А, наверное, 4 тысячи, потому что это первые копы, и тут сложно. Да-да-да, будем брать. Такого парня возьмешь. 10-8. Кстати, какой тут максимальный статус погони будет? А если я всех только что... Если я их всех заманю и уничтожу пончиком, сколько за это дадут? Эм, я всего лишь одного вынес? Ну, почему пончик такой слабый? Я это слышал. Мне интересно, а если в заправку врезаться? Игра вылетит или нет? Вы где? Ребята, давайте побыстрее, пожалуйста. У нас еще куча дел. Диспетчер, вызывайте, пожалуйста. Эм, а, игра все-таки вылетела. Я так и хотел сказать, что типа диспетчер, вызывайте там. Диспетчер задать, чтобы игру свернуть. Но она сама только что закрылась. Ну, короче, я не знаю. Наверное, просто версия такая. Я думаю, что и с английскими копами оно бы вылетело. Что ж, еще раз. Все заново. Проверил, называется. Заправки вылетают, потому что это старая версия игры. А не потому что это русские... Да. Русские копы. У меня есть версия, где не вылетает вообще. Это не зависит от языка, который установлен. Ну вот уже косарь набрал. Неплохо. Ты что, дружище? Welcome to the club. А, он еще живой, да? Как ты еще живой? Он даже дверь закрыть не может. Насколько я его прессанул жестко. Откуда эти фразы? Их раньше не было. Такие 180. Не, может быть, я слышал очень редко, но вот эту фразу вообще не помню. И вот эту тоже. Остановить не могу, он ускользает. Давайте еще фразу про автомат сразу. Фразу сразу. Как звучит? А вы знаете, я не удивлюсь, если она появится. Но уже, уже, наверное, не будет, потому что погоня идет минуту. Это в самом начале. Вроде как, звучит. Да что не так с этим заносом? Я вас слышу, диспетчер, отчетливо. Ты доиграешься. Да, это у меня тактика такая. Не, ну занос тут реально ужасный. Но с другой стороны это оправданно, потому что это вообще-то скутер, а не машина. Хорошо, что хоть не падает никуда. О, еще заграждение. Нарушение быстрое. Я скорость. Пора убегать, как говорится. Все, я думаю, можно сваливать сразу. А то вдруг игра еще вылетит. Снова. А вот в заправку врезаться не надо. Я уже проверил. Бобо будет. Откуда вы меня видите? Я же такой незаметный. Ну, в смысле... Не, я-то, конечно, заметный. Но у меня же скутер, а не машина. О, блин, не потеряли. Обидно. Я могу смешаться тут с деревом, и меня не будет видно. Кстати, я только что их ловко обманул. Как вам такое? На скиле. Пока-пока, неудачники. А, кто здесь неудачник? Я сам себя, походу, надул. До свидания. Ясно-понятно. Диспетчер тоже шарит за этот мем. Ну, не едь сюда, пожалуйста. Ну, как ты... Как ты знаешь, куда ехать? Все, я его обману. Ой, или переверну. Не, не смог перевернуть. Хорошо. Боже, как же это неудобно. Я бегу, грохнул. Но мне его жаль. Я просто заеду и скроюсь. Да, все. Я думаю, теперь коп точно не заедет. Это нереально. Пух. Ход на то, что они не дают тебе уйти. А так, в принципе, лайтовенько пока. Гонку зафейлил сам. Но три лучше. После появления рейлиант в топ гир все жители Великобритании тоже купили его. Покажи им, что ты самый быстрый водитель на трех колесах. О, вы хотите, чтобы я еще раз перевернулся, что ли? Ну, как это было как раз. Да. В видосе топ гира. Точнее, новостей. BBC. Это не Кларксом там случайно приехал? Хотя у него другой был. А, так тут еще и все. Точно. Тут же битва рейлиантов. Витим. Столен. Дрил. Опять украденная дверь. Столен. Столен. Украденная дверь. Дверь. Нет, дрель. Украденная дрель. Витим и Симон Бейли. О, снова Симон. Она, наверное, снова вызовет копов. Я, вы знаете, даже не удивлюсь. Но это другой рейлиан. Он какой-то слишком резкий. Слишком быстрый. На нем, наверное, невозможно перевернуться вообще. Сказал я и перевернулся. Вообще-то нужно с замедлением, наверное, спрыгивать. Господи, как же это плохо. А, она еще на втором месте. Ну давай, Симон, покажи мне скилл. Показала скилл. Это она была? Подождите, кто там последний? Это она была. Сглазил. Бедный. Почему здесь круг такой большой? Что за несправедливость? О, коп меня не увидел. Ааа, не смогла подкупить копов. Точнее, смогла, но они слишком слепые. Этот Витя на втором месте, он меня напрягает. Буквально Витя. Витек. Еще эта украденная дрель, которая дверь почему-то. Ну это хотя бы не на вылет. То есть я мог здесь зафейлить реально, но это пока нормально. Слышь, Витек, давай, до свидания, пожалуйста. О, я знаю, надо его в трафик толкнуть. Если бы, конечно, тут был трафик хоть какой-нибудь. А что с трафиком? А вот есть какая-то машина, но она была одна. О, хороший, кстати, у меня винильчик. Меня не бомбит, не... Вообще. А я рискну снова так прыгнуть. О, нужно было просто... Сбросить скорость. Изи. Вот теперь преимущество хорошее. Потом еще один круг такой же, я думаю. По тому же маршрут. 11 секунд отрыва. Ух. Сколько же будет на третьем круге, если я все идеально сделаю? Вообще мне нужно привыкать к управлению. За две недели. Тут, конечно, у каждой машины по-своему все, я понимаю. То есть, привыкнуть я не смогу. Чисто из-за того, что каждый раз будут давать новую тачку. Но плюс-минус, хотя бы в мелочах не тупить, я думаю, что это можно будет устроить. А, они меня еще и догоняют? Каким образом? 1,19. А у них 300 метров разница. 250 даже было. Щитаки. 5 секунд. То есть, вы хотите сказать, что если бы не тюрьма, и мой шикарный трюк, то они бы меня догнали уже. О, коп, который снова не увидел. Правильно. Меня ловить не надо. А вот их можно. Украденная дрель. Пожалуйста, не надо меня преследовать. Ну, блин, почему я перевернулся? Я же скинул скорость. Задом будет быстрее, наверное. Ну, все. Опять нужно потеть. Я перевернулся, кстати. Бегом-бегом-бегом. А то они догоняют. Еще и Java-версия Nine Fall закончится. Вернее, не Java, а 8-бит или как там это. Но все-таки он решил меня заметить, да? Специально так выехал? Да куда уже гоняться? Я почти гонку закончил. Ты бы еще позже появился. На финише, например. О, там коп застрял. Может выехать. Да хорош уже. Да хорош уже. С копом на хвосте? С копом на хвосте. Правда, конечно, его толком не видно. Но я это выполнил. Так, следующее. Но три лучше. Некоторые говорят, что Риллиант Робин все еще кувыркается по улицам. Овладей этим трехколесным автомобилем и столкнись с семью машинами копов седьмого уровня. Сморешь ли ты победить старину Кларксона? Победить старину Кларксона? А что, у него был какой-то рекорд с копами или это просто так? Подсылочка. Семь машин? Пометить семь машин? Вы что? Это же даже несерьезно. Старина Кларксон, смотри и учись. Четыре. Эм. Но их же здесь больше, чем четыре. А, все нормально. Пять. Это было пять, но их... Раз, два, три, четыре. Ну, да. На одного. Стоп, 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 стоп. Кого из них и не задел? Все. Шесть. Отлично. Еще одного. Уйди с моего пути, собачка. Да. Я очень культурный. Одного копаем и мы это задание с легкостью завершаем. Только вот заправки задевать не надо. Я лучше в другом месте их ликвидирую. Какая же топовая машина? Это жесть. Это лучше, чем скутер. Как же он только что улетел? Ну, давайте. Одно заграждение, пожалуйста. Одной машины не хватает. Ничего нового. Ведь у меня он заседает. Ничего нового. Впрочем, ничего нового, да. Ищем одну машину. Помогите найти одну машину, пожалуйста. Или я кого-то из них не задел? Прикиньте, если реально кто-то из них не помечен. Так сказал, кстати, странно. Но ничего. Они же даже заграждение не хотят ставить. Хотя могут. В этом моде они могут. О боже. Так вы понимаете, можно еще минут пять ездить, чтобы хоть какая-то одна машина появилась. Но это ненормально. Это же довольно лайтовое задание. Зачем его растягивать? Наверное, кого-то из них уничтожить, чтобы хотя бы подкрепление появилось. О, Most Wanted Beta Content Mod или Beta Content. И никто не ликвидируется. Странно. Стоп, куда я поехал? Сейчас все будет. Да, спасибо. Где ваш дружок? А, он сам развлекается. Понятно. Мне просто страшно это ломать, чтобы всех не уничтожить. Но я, наверное, уничтожу всех. Да. А, фух. Спасибо, так сразу можно было сделать. Если бы я знал, я бы так и сделал. Все. Есть! Это я должен был сказать спасибо. До свидания. Ничего себе он на скриптах лютых. Как после этого можно спокойно за мной угнаться? Объект я выделял совсем недавно. Возможно, отрабатывал в сторону. Нормальная шина я только что активировал погоня лом. Прежде чем скрыться на улице. 3.23. На самом деле могло быть в два раза меньше. Выезды из района будут перекрыты. Да, 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 копы. Выезды из района, да. Контролеры. Тест ПДД на категорию Б. Добро пожаловать в Гранд Туризмо. Прежде чем приступить к гонкам, чему я хотел сказать заездам, тебе нужно сначала получить права. Заверши этот секундомер вовремя, чтобы получить права категории Б. Поехали! Секундомер. Интересно, он сложный будет, если это все-таки тест? О! Это какой-то хот-просьют или что? А-а-а! Я помню эту игру. Ну, в смысле, знаю эту игру, сам не играл. По-моему, как раз здесь очень сложно получить права. И надеюсь, за эту музыку не банят. Просто, если так получится, мне придется вырезать эти моменты. Сколько же здесь роликов, вы представляете, как же они запарились? Ух! На Тойотке! Хотя я бы лучше на Кобальте прошел. Black Pants, thank. Еще и быстрый старт не поймал. Но, кстати, эта гонка, кажется, была и в оригинале, этот секундомер. А по времени я, вроде как, успеваю вполне. Ну, хотя неудивительно, это же самое начало. У меня еще в запасе куча времени. Я скорость. Ты опаздываешь. Полторы... Нет, даже не полторы, две минуты дается. Спасибо. Вот это была подстава. Тут невозможно было не врезаться. Я поеду, наверное, через парк. По-моему, здесь быстрее. Я могу ошибаться, конечно. Блин, это было близко. Я мог врезаться в черево. Ну, учитывая, что у меня быстрая тачка, по идее, через парк быстрее. Но если бы я ехал на стоковом Кобальте, как я когда-то пытался, или на чем я там ехал? По-моему, на Кобальте как раз. В прохождении на стоковом Кобальте. То я тогда использовал другой маршрут. Потому что я терял меньше скорости. И еще 50 секунд почти. По факту у меня еще на секунд 40 фора есть. Я могу постоять 40 секунд на одном месте. Именно поэтому, кстати, в оригинале на стоковом Кобальте можно пройти почти... О, это вторые копы. Почти все секундомеры, которые существуют в игре. Типичный финиш. Ну, кстати, почти красиво получилось. Такое, средненькое. Снова тест ПДД на категорию Б. К черту машиной безопасности. Обгоняй и тарань этот... Этот медленная корыто. Нужно было исправить на это медленная корыто. Столько, сколько хочешь. Выпусти весь свой гнев и выиграй гонку, чтобы завершить это испытание. Стоп. Погони не будет? Это кольцевая. Я думал, погоня будет. Дэм. Удивили. А что, один на один? Один на один! Я не хочу его никнейм произносить, но вы видите. И снова я быстрый старт не поймал. Это что, битва с боссом, что ли? Только ты и я! Ты и я! Как это было в Undercover, помните? С каким накалом страстей он это сказал. В итоге слился, как бомж. И тут реально можно вылететь, если бы... Если бы... Разрушались... Отбойники... Такой-то скорости. Ничего себе ты на скриптах, дружище! Ничего. Это гламурненький цвет. Тойотка. Что тебе еще надо? Они же не называют прямо машину, правильно? Или... Да нет, они не могут назвать машину прямо. Они называют... Там Ауди или Тойота, но не рассказывают, что конкретно. А вот и первый круг. Без скриптов этот бомж не может ничего. Ни одного напрягает, что даже в серии состязаний проход на мост открыт. Это значит, что мост можно использовать для погони с копами, или наверняка там будет какая-то гонка. Как это было в ход Persuid Challenges. В моде тоже. Где финальная гонка заканчивалась как раз-таки перелетом через мост. А, то есть, ты только за мной едешь, правильно? Тебе плевать, что там еще один гонщик. Все честно. Ну, так было лучше, чем если бы я врезался в копах. А, ну да, а он нормально проехал, потому что они исчезли. Постарайся. А я сейчас сделаю трюк. А можно задеть шину? Ух, опасно. Не, нельзя. Было бы красиво. И пончик тоже нельзя. И пончик нельзя. Без красивого финиша, не знаю почему, но хотя бы видно копов на хвосте. Это уже плюс респект, как говорится. Надо бы глянуть, сколько идет серия. Я прошел восемь испытаний. Это, конечно, не так уж и много, но все равно, лучше проверить. А, то чего переживать-то? Всего лишь сорок минут, около того. Жажда скорости, Россия. Привет, НФС Россия. Ты поспорил с местным гопником на блины и водку. Стань последним, кто выживет в гонке на выбывание на Лада. За родину. Почему это батл рояль? Кстати, по-моему, здесь два, да, здесь два таких испытания, причем второй это, нет, не буду сейчас читать. Это нужно будет увидеть. Но, мне нравится описание просто с местным гопником. Вот это погоди. И чем все закончится? О май. А, ну еще и диспетчер поймал правильно. Чего? Там что-то говорили? Джи Рэдди, Калеб, Рёбота Наби и Пепе. Какие люди собрались? Это совпадение такое или специально играет Хатбас? Не, это не может быть совпадение. Такое ощущение, что песня заскриптована. Окей. Я не верю, что это совпадение. Меня напрягает только то, что здесь три круга. Из-за того, что это на вылет. Кататься нужно будет много... Ух, опасно. Там Калеб на втором месте. С каких пор вообще Калеб так тащит? Он должен быть мусором на последнем. Ой. Я... Перестарался. Не успел рассмотреть объект. Уточняем. Ждите описание. Но вообще же звук двигателя очень знакомый. Что это могла быть за машина? Лотус? Или мне кажется? Не, наверное, кажется. Хотя похож на Лотус. Пепе умер. Вообще-то должен был Калеб отлететь. Первый. О, погонял. Минус коп. Тайминг. Да, постарайся. Ты уже не можешь ехать. Интересно, можно прям во время гонки скрыться? Иметь такое преимущество, что можно себе позволить заехать в укрытие и отдышаться, так сказать. Да, я их специально решил объехать. Плохо. Плохо. Кстати, спойлер зачетный. Я бы себе тоже такое поставил. Вообще, тюнинг довольно неплохо сделал. Тут же машины заскриптованы, то есть их прорабатывали специально. А еще я реально как гопник выгляжу, только сейчас обратил внимание на это. Проспорил на блины. Эх. Эм. Окей. Они поставили заграждение прямо на финише. Калли умер. Наконец-то. Хотя он должен был первым сдохнуть. И остались только два короля как это, прострита. Да. Правда, здесь ППГ пресс, был бы тут Райан Купер, было бы символично. А так, Райан Купер будет еще не скоро, но я знаю, что он есть в серии состязаний. Да какой прорвался, я даже не задел ваше заграждение. Ты что тут рассказываешь диспетчеру? Диспетчер не верьте и манил гуд. О, Рео уже вообще отстал на 600 метров, почти на 700. Интересно, у них гнилы были их же, те, которые были в том же прострите, ну и в андеграунде втором. Блин, я не успел быстрый старт сделать. Не нравится моя одежка, это просто топчик. Так, и следующее. Блин, да, копы прервали гонку и хотят бросить тебя и других гопников в гулаг. Доберись домой к своей бабушке за 3 минуты. за 3 минуты добраться домой, то есть можно скрыться даже за 30 секунд. А давайте посмотрим, за сколько я скроюсь. Да, за 3 минуты. Прекрасно. Ну-ка, ну-ка, челлендж. Едем сразу. Блин, я запорол уже челлендж. Едем сразу на стадион. Сворачиваем. Ломаем погонелом. На опыте. Хоп не увидит. Я сейчас за стенку встану. Ну-ка, он поедине не заедет. Я должен успеть. За 33 секунды! Правда, конечно, 33 секунды это именно сама погоня, а 40 это в целом. Но все равно. Почти за 30 секунд. Тупо спидраннеров. Так, следующее. Мамин любимый фургон. Заметив небольшие ошибки в заказе зефирных... Зефирных. эфирных масел в местной аптеке Карен необходимо поговорить с менеджером. Доберись туда как можно быстрее, чтобы она могла выплеснуть свой гнев. А на чем? Ну-ка, ну-ка. Хорни А. Кстати, по-моему, я брал ее. Мне кажется, я брал ее в первой версии мода. ну такое. На любителя. Я не знаю. Мне как-то не зашло. Но это не главное. Самое важное это не зафейлить гонку. А зафейлить ее довольно сложно. Просто потому, что это не стоковые машины. Тут нет какого-то дополнительного челленджа. Просто она жутко неуправляемая. Но это не скутер. Тут, я думаю, таких заносов не будет. И скорость гораздо ниже чем у скутера. Что самое интересное. У руки уми. Эх. Какая классная песня была. Я понимаю, что можно отрубить интерактивную музыку и тогда на попах все равно будет играть та песня, которая была в гонке. Но это неправильно. Это не канон. 8800 мой номер, если ты знаешь, о чем я. Поздно сказала. И? А, я даже скрылся. Какой ты лох. Ну, конечно, скрипты помогли. А еще целая минута. Жесть, конечно. Ну, имею в виду, там полторы, но по факту минута где-то будет. Мне кажется, или он как-то слишком легко отлетел. Ну, кстати, это может сыграть свою роль, когда будут машины потяжелее. Пожалуйста, не нужно в заправку врезаться. Тогда я буду врезаться в заграждение, терять кучу скорости и, наверное, сливать гонку. Такое может быть. Шипы, конечно, мне не страшны, но танки, которые могут там появиться. Помните, я даже попался копом один раз в гонке с Куру в конце. То есть, из-за того, что я застрял там и не мог проехать никак. Изи. 226. Было бы 228. Ну, е-мое. Не везет. Мамин любимый фургон Карен окончательно вышла из себя. После долгих лет отказа от государственных вакцин и бесплатного обновления до 5G она перешла в наступление. Устой как можно больше хаоса и набери 100 тысяч ущерба государству. 100 тысяч. Да е-мое, почему нет нажимается? Потому что я нуб нажимаю? Ну, в смысле, трансмиссию нуб? Ну, раньше такого не было. А теперь постоянно какая-то дичь. 100 тысяч набрать. Жесть. Вначале это много. Хотя вторые копы я могу останавливаться и просто долбить их постоянно. Ну, уже я собрал 12 тысяч. Может быть, и все так плохо? Уже 20 почти. Что это? Блин, я и мог воспользоваться. Я мог этим воспользоваться. Где ты там, дружище? О! Рыкса давно тебя не было. Кстати, он еще живой? Нет, он уже не живой. Как же они меня боятся? Как ты выжил? Или он умер все-таки? По-моему, кто-то другой убил, а не я. Боже мой! Они еще в Т-позе там кажутся. Минус 3! А нет, минус 2 пока. Повезло тебе. Как я могу на месте кружить и набрать 100 тысяч? Это вообще не проблема. Вот уже 75 тысяч. 82! Я даже никуда не ехал, по факту. Я на месте тут нахожусь. И это будет смешно, если меня поймают. Нет. Я просто не мог выехать. Повезло. А в карбоне бы поймали. Тут просто жесткая привязка скорость к скорости. Если бы у меня было 20 километров или 25, кажется, то уже не могли бы поймать. А в карбоне шкала немного по-другому работает. Так, все. Я думаю, можно сваливать. Все. Легко. Я даже 20 тысяч, ну почти 20 тысяч подписчиков набрал. 19 пока что. А теперь легкий обман. Ну и все. Они меня больше не найдут. Это легкий лайфхак. Монкос. И в магазине скроюсь. Там даже копы были где-то. 19 тысяч 500 подписчиков. 217. Какого воздуха? Второй уровень копов. Молчи. Если ты не шаришь. Так. Это ж я прошел как раз таки 12 испытаний. Дальше у нас батл рояль. Но знаете, я думаю на этом наверное стоит закончить серию. Тем более под такой эпичный саундтрек. Мы прошли 12 испытаний. И это не первая серия. Это 19 серия прохождения ППГ. Но первая серия прохождения серии состязаний. Такая небольшая тавтология. Или серии рака с переводом. Но перевода здесь не так уж и много. То есть если дальше листать, то где-то там на 80 или на 75 где-то уже перевода не будет. Мы с этим разберемся. Ссылочка на перевод будет в описании. Даже на недоделанный. То есть какую-то часть заданий вы сможете проходить с переводом. Копов я думаю без проблем можно поставить. Вы и так знаете как это делается. Все. Это был Демси. И первая серия прохождения серии состязаний. Ну или 19 прохождения ППГ в целом. Спасибо всем за просмотр. Надеюсь вы не забыли поставить лайк, написать приятный комментарий и также оставить таймкодики. Все. Это был Демси и ППГ 2.0. Всем спасибо еще раз за просмотр и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok